honda серви 2 и 4 собственно видео о том как самому поменять ремень приводной ремень значит те кто менял ремень принципе знаю что его одеть не так просто вот и желательно чтобы кто-то помогал в этом у меня значит произошла ситуация что ну я уже не поняли поменял ремень вот он ведь в каком состоянии весь потресканный вот сухой и при включении кондиционера естественно идет нагрузка на генераторы на муфту кондея он начал проскальзывать довольно так сильно вот и пахнуть даже резиной вот как поменять одному потому что помочь некому было вот ремень надо было менять надо было ехать значит я взял вот такие приспособы сейчас я отойду со света ключик который мы одеваем на эксцентрик вот вернее на болт который движет эксцентрик веревка и вот такая у меня была труба можно деревянную палку крепкую взять вот я правда сделал мятину молотком объясню зачем что еще надо но отверточку чтобы снять пистоны колесо выкрутить сейчас не в ту сторону выкручена снять пистоны чтобы имел доступ к маховикам опять же чтобы снять старыми не одеть новый значит как у меня все это происходило вот одев этот ключик на эксцентрик опять же не я не показываю как его поменять то есть не будет видео я просто покажу небольшую приспособу значит одели ключик он вот примерно в таком состоянии находится рукой прожать невозможно нет места здесь и усилие нужно бешеное чтобы прожать ну прожать можно чтобы снять ремень и ладно но чтобы одеть нужно еще две руки ну вот ну минимум 1 то есть три руки как бы у меня нет вот поэтому будем обходиться двумя руками и собственно говоря приспособы которую я сейчас вам покажу значит единственное что надо было делать быстро я вот здесь вот немножко подрал усилитель крышки это не знаю будет видно нет вот несколько царапин но я считаю это неважно с тем что как бы я поменял ремень и поехал туда куда мне нужно вот потому что сюда можно опять же подложить что-то вот или деревянную палочку взять него сюда надо давить а именно вот усилитель значит смотрите как это все происходило так показываю для чего я сделал вмятину молотком потому что ключ мы ставим вот так вот и начинаем вот этой палкой нажимать на ключ опускать эксцентрик вот а это вмятина для того чтобы ключ не выскакивал то есть можно срезать вот но ключ порт не хотелось понятно да что ключ держался так рассказываю дальше вот такая вот конструкция у меня получилось значит царапины вот от этой железки меня получились сейчас покажу потому что надо было что-то подложить но очень-очень быстро надо было все сделать вот и так проковырялся там пока все это придумал на часа три значит берем руками отжимаем аккуратно ключ вниз то есть у нас ослабляется эксцентрик ремень начинает быть свободным убираем подпорку с капота и я вот так вот рукой здесь вот рукой локтем сейчас телефон вижу придерживал капот рукой опускал вниз и накрывал это все дело капотом еще раз говорю в усилитель не в сам капот иначе вы промнете его а именно вот сюда вот вот видите капот у меня не пострадал значит нажимаете до упора накрываете это все дело капотом и стяжным ремнем это все притягиваете то есть у вас сейчас вес капота плюс стяжной ремень который вы стянули не дает подняться вот это вот железячки который делает ключ который держит эксцентрик все ну естественно предварительно мы скинули ремень проложили новый ремень сверху мы ремень одеваем сразу а когда это все нажата здесь на либо на маховик вот либо на пластиковый ролик удобно одеть либо на муфту кондея смотрите как удобнее то есть в общем там уже разберетесь главное сразу проложить правильно вот здесь вот ремешок все ремень одели значит рукой придерживаем не капот именно а именно трубу вот опять же второй рукой развязываем веревочку вот берем капот поднимаем плечиком аккуратненько трубу вытаскиваем с ключиком ну ключик еще остается там все ставим подпорочку сейчас покажу вот так вот все и снимаем ключ не забываем снять ключ вот принципе если лишь не сняли и завели он никуда не выскочит то есть там эта гайка не крутится но он потом может упасть и что-то зацепить порвать ремень или что-то заклинить вот и все собственно если помочь некому то вот есть такое предложение как бы в помощь рукастым людям вот или людям которые попали в безвыходное положение там ремень порвался и не хватает рук сил и так далее то есть можно сделать вот так еще раз говорю что вот сюда а то потом скажите я капот помял нет вот сюда вот ставите и здесь ничего не помню здесь как раз есть выемка если палочка будет не гнутая как у меня труба металлическая ровная или деревяшка вот она как раз станет под выемку вот здесь вот есть такая специальная 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 не знаю для чего правда все благодарю вас спасибо